На еженедельном рабочем совещании в городской администрации под руководством главы Самары Елены Лапушкиной подвели итоги Гагаринского субботника. На уборку города вышли почти 40 тысяч человек. Также на совещании обсудили подготовку к старту сезона садово-дачных перевозок. Всего будет 30 маршрутов. Они начнут свою работу с 20 апреля. На этой неделе в Самаре специалисты проведут ремонтные работы с кратковременными отключениями холодной воды. В среду 17 апреля планируют заменить пожарный гидрант на улице Старозагора. Воды не будет с 9 утра до 17 часов по адресам. Улица Старозагора 98 и 98А. Улица Нововокзальная 193. В Самарской области сегодня начал действовать особый противопожарный режим. Он продлится до 15 октября, сообщили в Министерстве лесного хозяйства. В этот период на территории лесов запрещено разводить костры, выполнять работу с открытым огнем, бросать горящие спички и окурки. Штрафы составят до 50 тысяч рублей для граждан, до 90 тысяч для должностных лиц, до 1 миллиона рублей для юридических лиц. До 30 апреля жители Самарской области могут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту формирования комфортной городской среды. Проголосовать за набережную, парк, сквер, площадь или другое общественное пространство, которое нужно создать или обновить, можно на сайте 63.городсреда.ру. В этом году в Самарской области на голосование вынесли 101 объект. В России может подорожать вино из-за повышения ставок акциза, а росте цен на продукцию сообщили ведущие винодельческие компании страны. Профильные предприятия уведомили о повышении стоимости вин примерно с середины мая. Рост составит от 7 до 35% в зависимости от наименования продукции. Лишь малый процент трудоустроенных россиян считает, что их зарплата соответствует уровню квалификации. 83% опрошенных уверены, что достойны большего. Таковы данные аналитиков сервиса по поиску работы. 25% респондентов не решают спросить об увеличении оклада, потому что боятся беседовать об этом с начальством или считают, что это заведомо бесполезно. В весеннее время полезные элементы в продуктах находятся в дефиците, в то время как замороженные с лета ягоды, фрукты и овощи сохраняют в себе достаточное количество витаминов и необходимых организму микроэлементов, рассказали диетологи. Они советуют весной употреблять морсы из замороженных ягод и зелени, добавлять в салаты укроп, шпинат, рукколу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова